Товарищи, у нас сегодня последние в этом году и 29-е по общему счету, как я понимаю, занятия капитана. И прежде чем начать по нынешней теме разговаривать, хотелось бы немножечко вернуться, потому что, видно, мы там не очень обозначили, и товарищи задают вопросы. А вопрос этот связан с тем, что вот они вычитывали у Маркса о возникновении стоимости, но раз есть возникновение, по их мнению, то существует и прихождение. И вот прихождение иногда видят так, что возникновение и прихождение стоимости, что возникновение стоимости – это какая-то вещь изготавливается, а потом, если эта вещь лежит на скраде, портится, то это прихождение стоимости. И вот тут необходимо различать стоимость, как понятие само, как общественное отношение, и величину стоимости. Стоимость, как отношение, она возникла в товарном хозяйстве, с развитием товарного хозяйства. Было время, и люди жили при этом десятки и сотни, может, тысяч лет, когда стоимости не было. Там были изделия уже из шкуры, и там ботинки какие-то, и регламы строились, а стоимости все эти вещи не имели. Стоимостью не обрадали, хотя труд в них, конечно, вложен был. А почему не обрадали? Потому что не было как общественного отношения при товарообмене, и при этом не возникал именно вопрос стоимости, как отношения при обмене. И, естественно, стоимость, она будет упразднена, будет в прихождении по мере сворачивания товарного хозяйства, и будет упразднена при коммунизме, даже в первой его фазе. И наши отцы, и даже многие из нас, жили, когда не было стоимости. Было понятие такое себестоимость в социалистической экономике, но это как бы чисто вот себе, что вот мне стоили мои трудозатраты. А это не имеет ничего общего, себестоимость социалистической экономики со стоимостью, как отношения при обмене, присущей товарному хозяйству. И сейчас она при капитализме использует термин «себестоимость», но это неверно, это отговорки привычек социалистической экономики. При капитализме есть издержки производства. Но вот что касается стоимости, вот такое вот короткое введение, не касающиеся, в общем-то, темы нашего сегодняшнего занятия. А сегодня у нас занятие «Изменение в величине цены рабочей сиры и прибавочной стоимости». Но прежде чем товарищи, готовившиеся, выступят, мне хотелось бы вот тут несколько вещей, на некоторых вещах сфокусировать внимание, потому что вот вопрос стоимости рабочей сиры – это один из ключевых вопросов в политике нашей партии до поднятия заработной платы цены стоимости рабочей сиры. И здесь мы сталкиваемся с мощным противодействием, в том числе и со стороны товарищей, называющих себя левыми и даже коммунистами. А противодействие-то заключается в том, что вот якобы это из пальца все высосано, эта стоимость расчета нашей стоимости рабочей сиры. Они нереальные, и откуда мы их взяли, и так получается, что хочешь, то и напишешь, и так далее. Вот что пишет по этому поводу Маркс. Стоимость рабочей сиры определяется стоимостью привычно необходимых жизненных средств среднего рабочего. Масса этих жизненных средств, несмотря на возможные изменения их формы, для данной эпохи и данного общества дана, и поэтому должна рассматриваться как величина постоянная. Меняется только стоимость этой массы. И здесь надо понимать, что расчет стоимости рабочей сиры, он основан на тех привычно необходимых жизненных средствах, привычка к которым сформировалась за годы социализма в СССР. Это квартира, это качественное на данном этапе медицинское обслуживание, это качественное образование, это одежда, это качественное питание и тому подобное. И то, что появилось в расчете стоимости рабочей сиры, связанное с самыми последними там веяниями, ну не с самыми последними, а где-то несколько десятков лет существующими веяниями, компьютеры, мобильные телефоны, затраты на мобильную связь, затраты на интернет и тому подобное, они составляют вот в этом расчете, если кто посмотрит наши расчеты, пренебрежимо малую величину. А в ЦРМ расчет стоимости рабочей сиры, он основан, вот тут как Маркс пишет, на стоимости привычно необходимых жизненных средств среднего рабочего. Вот средние рабочие вот так вот жили в советские времена. Ну это вот все, что я хотел сказать вам в водной части. Ну и теперь, так сказать, слово предоставим товарищам Ильи Викторовичу. Что-нибудь добавить хотите? Нет, все правильно. А добавить, что действительно капитализм российский является отрицанием социализма. Снятием. То есть он не из фидализма образовался у нас, а путем отрицания социализма. Соответственно, можно сказать, что оттуда тянутся эти, я бы сказал, следы, отпечатки, остатки, родимые пятна социализма. Но с другой стороны, понятие стоимости рабочей силы, как стоимости средств существования для нормального существования рабочей моей семьи, если в других капиталистических странах, может быть там и выше эта стоимость рабочей силы. И даже сейчас, если мы, так сказать, абстрагируемся от того, откуда произошел российский капитализм, вот реставрация капитализма в нашей стране, то я, скажем, однозначно говорил, что это нормальные требования или привычные условия сегодня для того, чтобы семья рабочих была в благоустроенной квартире, как минимум трехкомнатной и прочее, прочее, прочее. Чтобы воспроизводилась рабочая сила, чтобы рабочий мог прокормить, воспитать и обучить троих детей, то есть, чтобы не просто их как организмы вырастить, а как рабочую сила, то есть, дать образование и все такое. И вот даже вот здесь Марк спишет, если вы обратили внимание, можно добавить, что стоимость рабочей силы входит еще очень важный элемент, это необходимость развития человека, рабочего, членов семьи. А развитие – это процесс постоянный, связанный с ростом производительности труда, который растет, кстати, и в условиях капитализма. Ну, это Иван Михайлович правильно привел. Вы-то уже, наверное, с молодых лет с мобильными телефонами, да? А я застал время, когда не было мобильных телефонов, интернета не было, не было компьютеров. Вот развитие потребовало, и это сейчас является привычным элементом, который входит обязательно в стоимость расчета рабочей силы. Давайте, наверное, пойдем дальше. Ну что, кто там готовился? Поехали? Не знаю, как удастся рассказать. Ну вот, Иван Михайлович уже начал говорить, поэтому по этой главе что-то можно сказать. Но Марс предполагает, рассматривая эту, рассуждая в этой главе, предполагает, что все товары продаются по их стоимости. И что цена рабочей силы может иногда подниматься выше стоимости, но никогда не падает ниже нее. И при этом, при таком предположении, относительно величины цены рабочей силы и прибавочной стоимости определяются тремя обстоятельствами, как он пишет. В общем, что влияет на величину цены рабочей силы и прибавочной стоимости? Это длина рабочего дня или экстенсивная величина труда? То есть, если мы увеличиваем рабочий день, это экстенсивное увеличение величины труда. Второе, что влияет, это интенсификация труда. То есть, без увеличения продолжительности рабочего дня увеличиваются трудозатраты, интенсивность. И третье, это производительность силы труда. То есть, мы знаем, что развитие средств производства приводит к увеличению производительности труда. И дальше Маркс в четыре пункта рассматривает различные варианты. Первый вариант, то есть, различные варианты, когда какие-то из этих факторов стаются неизменными и один или несколько меняются. Так, в первую очередь, он рассматривает варианты, когда изменяется производительная сила труда, а продолжительность рабочего дня и интенсивность труда неизменны. При этом, он говорит, что в течение дня не изменяется произведенная стоимость. То есть, ну, понятно, что если выросла производительность труда во всей отрасли, допустим, конкретного производства или вообще в целом в обществе, то снижаются лишь первоначально повышение производительности труда может дать выгоду отдельным капиталистам, которые быстрее других повысили производительность труда. Но потом все выравнивается в обществе и в итоге получается то, что стоимость, произведенная за день, она не стала больше, чем была до того, как была поднята производительность труда. И вот, таким образом, стоимость не изменяется, произведенная за день. Зато при изменении производительности труда, соответственно, снижается стоимость необходимых для воспроизводства рабочей силы необходимых продуктов. И, ну, получается, что так, снижается стоимость рабочей силы. Да. Раз снижается стоимость необходимых для ее воспроизводства вещей, значит, снижается сама стоимость рабочей силы. А раз в течение дня вся произведенная стоимость постоянная, необходимая стоимость, необходимый продукт уменьшается, значит, вырастает прибавочная стоимость. Но тут он говорит, что понятно, что вовсе не обязательно прибавочная стоимость вырастает ровно настолько, насколько сократилась необходимая стоимость. А почему? Ну, потому что здесь имеет значение борьба. То есть за это же не просто капиталист возьмет, такой честненький возьмет и сделает все по-честному. Он постарается сделать так, как выгодно ему, то есть по возможности сделать больше прибавочную стоимость. А рабочие могут бороться с своей стороны за то, чтобы их цена рабочей силы по возможности не сокращалась быстро вслед за стоимостью рабочей силы. То есть, вот давайте так вот объясним более понятным языком. В результате роста производительности труда, допустим, появилась на станке какая-то приспособа. И рабочий, который раньше делал 6 деталей, теперь делает 10 деталей за смену. Вот. Значит, стоимость этой детали, если не брать, разумеется, стоимость ее материала, стоимость там износа оборудования и так далее, переменный капитал чист, капитал чисто, он, получается, снизился. Потому что рабочий, да, это самое предположим потом, что, допустим, это не деталь, а это рубашки он шьет. Эти же рубашки потом покупают в магазине. То есть, рубашки стали дешевле, значит, получается, стоимость рабочей силы упала, да? Вот. Ему, так сказать, хорошо. И у него, так сказать, пока, допустим, зарплата такая же, но с рубашек больше купить. Но капиталист... Здесь же нет зарплаты еще. Мы не дошли. Нет, мы не дошли. Вот. Но капиталист что при этом делает? Со стоимостью, это самое. Стоимость рабочей силы падает. Хорошо, не будем показываться. Не рабочей силы. То есть, стоимость рабочей силы падает. Он может больше купить. Или, скажем, он делает там деталь для автомобиля. Автомобили от этого становятся дешевле, да? То есть, если он, опять же, покупает... То есть, поэтому стоимость рабочей силы, она падает. А вот почему не так она падает быстро? Стоимость рабочей силы почему не так падает? Она падает? То есть, она падает? Стоимость-то падает. Ну, вот не то говорю. А прибавочная эта стоимость почему может не так быстро расти? Ну вот потому что, ну вот упала стоимость рабочей силы, а капиталист может сказать, так слушайте, у вас стоимость рабочей силы упала, ну-ка я вам зарплату снижу. А рабочие же могут восстать против этого, они могут бороться за свою заработную плату, ну то есть за цену рабочей силы. И она может, ее сокращение может отставать от стоимости рабочей силы. Хотя, конечно, инфляцию для того и ввели, чтобы этого всего не наблюдалось. В общем, тут еще Маркс говорит про то, что, ну вот если в процентном отношении посмотреть, то была стоимость рабочей силы 4 шиллинга, стала 3 шиллинга. И это изменение на 25 процентов. Прибавочная стоимость при этом, допустим, сократилась с 2 до 3 шиллингов. И изменение на 50 процентов. То есть в процентном смысле, то есть это количество, но в абсолютном смысле они там даже могут сократиться на одну и ту же величину, например, там на 1 шиллинг вроде. А в процентном смысле у капитализма на 50 процентов прибыль выросла, а стоимость рабочей силы снизилась на 25 только. Ну, так, может быть, это не сильно важно, но тут он об этом пишет. Не, мы, боюсь, мы можем запутать. Слушатели сами запутаемся. Да, да. Значит, смотрите. Глава как называется? Изменение величины стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости. На эти два важнейших фактора влияет очень много факторов. И Марс об этом пишет. Если мы начнем сейчас цепляться за один фактор, за второй, за третий, за четвертый, мы просто не тонем. Я просто подозреваю, что это не так важно. Я прав? Ну, то есть можно об этом... Нет, это важно. Я сейчас... Давайте я закончу, что-то. Поэтому Марс взял три важнейших фактора. Вот у меня первый вопрос. Почему он взял для анализа это величину рабочего дня раз, производительность труда два и интенсивность труда три? Да потому что это основные. Как называется этот отдел? Абсолютная. Абсолютная и относительная прибавочная стоимость. Относительная, да. Вот две формы прибавочной стоимости. Абсолютная прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость, получаемая за счет удлинения рабочего дня. То есть вот важнейший фактор. Марс его и взял. Второй, относительная прибавочная стоимость. За счет чего получается? За счет роста, производительности, труда. Вот второй фактор, почему Марс взял. И он пишет, это основные. Но интенсивность труда. Понятно, это когда рабочего заставляют трудиться быстрее, 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 быстрее. Она тоже влияет и на стоимость рабочей силы, и на прибавочную стоимость. И вот Марс и рассматривает. Эти три фактора. А как можно рассматривать? Ну, берется два постоянных, да? Один переменный. И оттуда выводятся закономерности. Ведь Марс, рассматривая этот параграф, выявил три закона. Они же непростые. Поэтому, чтобы пока вот не брать вот другие факторы, которые влияют на это дело, на количественные отношения, как там будет из-за роста производительности труда, меняться соотношение, что пойдет в пользу рабочего, а что пойдет в пользу, сколько пойдет в пользу капиталиста. Надо сначала вывести законы эти три. И вот Макс его и вводит. Первый закон. Он же формулирует вот здесь вот. Правильно? Что как бы не изменялась производительность труда, и вы об этом сказали. Как бы не изменялась производительность труда, то в течение рабочего дня производится одна и тажа, но сложно стоимость. Да, это первое. А второй, что с ростом производительности, как влияет рост производительности труда на стоимость рабочей силы и на противоположные отношения. Стоимость рабочей силы снижается. Они изменяются в противоположных направлениях. А прямо противоположные, если стоимость рабочей силы снижается. И вы это пояснили почему. Потому что рост производительности труда приводит к тому, что стоимость единицы товара уменьшается. Здесь речь идет вот как бы так в целом в обществе, идет в производительности труда, значит, стоимость средств существования рабочего всех, и рубашек, извиняюсь, и питания, и телефонов, и прочего, она будет понижаться. Значит, вывод какой? Стоимость рабочей силы снижается. Соответственно, прибавочная стоимость, если это противоположная величина, она увеличивается. Вот и все, это второй закон. А дальше уже можно развивать, углублять и смотреть. И там третье, если перевернуть страничку, заканчивается третьим законом. А можно, как говорится, дальше уже. И в-третьих, возрастание или уменьшение прибавочной стоимости всегда является следствием. Никогда не причиной соответствующего уменьшения и возрастания стоимости рабочей силы. То есть сначала идет рост производительности труда, и затем все эти последствия. Вот три таких закона. При первом случае, когда стоимость рабочей силы неизменна, то есть, да, величина рабочего дня, извиняюсь, неизменна, и интенсивность труда тоже неизменна. Растет производительность труда, да. Значит, дальше Маркс берет другой случай. В общем-то, я думаю, да, вот первый пункт, или как его назвать, игровой, наверное, можно этому и закрыть параграф. Тут можно его и прикрыть. Тут много подробностей с расчетами, и товарищи почитают это сами. Наш кружок ни в коей меге не заменяет чтение капитала как такового. Просто фокусировать внимание на основных моментах. По нашему кружку чисто капитал не изучишь. И вот второй пункт. Вот здесь мне хотелось бы два слова перед тем, как будет раскрыто, все-таки сказать, что очень часто сознательно смешивают, а кто-то и путает, производительность труда и интенсивность труда. И производительность труда даже в официальной статистике меряется как? Вот количество деталей, произведенное за день, допустим. Если тут количество деталей в два раза больше, значит, производительность труда в три раза выше. И это, я помню, еще было в детстве моем, где-то было, что вот в западных странах производительность труда на автомобильных конвейерах в полтора раза выше, чем в СССР. А за счет чего это производительность труда в два раза выше? В два раза быстрее двигались конвейеры. И там, так сказать, сейчас уже и к нам пришла эта культура немножко, что там люди с этими бутылочками всякие к ноге привязывают и так далее, не отойти, ничего это самое. Это интенсивность труда. Производительность труда – это когда делается большее количество продукции при тех же самых трудозатратах. Когда количество произведенной продукции возрастает за счет роста трудозатрат, за счет более быстрого шевеления руками, грубо говоря, и ногами, то это рост интенсивности труда. И это всегда четко очень разделялось. Раньше вот терроризм, борцерная наука и трудозатраты, они приводились к скорости ходьбы. И вот говорили, что нормальная интенсивность труда, когда 4-4,5 км в час скорость, эквивалент вот этих тирадвижений наших. А когда больше – это уже износ организма в течение 8 часов. Где-то доходило, было до 8 и даже до 10 км в час. Но это бег трусцой в течение 8 часов. Это круче, чем у марафонцев. Но это, так сказать, на износ организма. А производительность труда, она растет за счет внедрения новых технических средств, новых средств производства, за счет лучшей организации труда, ну и за счет умерости работника в том числе. Даже на примитивных работах, типа грузчик, опытный работник, он меньше сил затратит при переноске того же груза, чем работник неопытный. Ну это, так сказать, вот за счет умерости. Но это, прошу прощения, я, так сказать, здесь немножко отвлек. Второй вариант, когда изменяется интенсивность труда при неизменных продолжительности рабочего дня и производительной силы труда. При изменении интенсивности труда изменяется стоимость, произведенная в течение рабочего дня. Так называемый, вновь созданная стоимость. Да, вновь созданная стоимость. И при этом не изменяется стоимость единицы произведенного товара. При этом заработная плата и прибавочная стоимость могут меняться, в общем, не взаимосвязанная стоимость. То есть, тут тоже будет зависеть от взаимной борьбы классовой. Совершенно верно. Как? Если произведена большая стоимость, новая созданность, то есть вот это приращение кому-то должно перепасть. Либо рабочему, либо капиталисту. Кому перепадет? Как поделят? Да. Речь все о классовой борьбе. Как элементы. Да, 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 да. И еще вопрос к классовой борьбе, да. Ну, тут надо еще что-нибудь говорить особенно. Как считаете, ну, здесь достаточно. На общем, может быть. Главное. Самое главное, что это ускоренный износ рабочего дня. Вот последний абсцент. Если бы интенсивность труда поднялась во всех отраслях промышленности. Интересно, что если бы она, он пишет, что если бы интенсивность стала обычным, она бы поднялась во всех сферах производства, то она бы стала считаться нормальной. Да, вообще стала нормальной. Хотя, вот я что-то не очень понял тут с интенсивными и экстенсивными. Я так понял, это экстенсивный, там вначале писалось, что это при увеличении продолжительности рабочего дня. А здесь и то, и другое имеется в виду, получается. Или нет, уже считалось бы, как бы. Нет, рабочий день, она поражена неизметна. Что, что, это экстенсивный за счет уединения рабочего дня. Написано, что. Где? Вот в последнем абзаце? Новая повышенная степень интенсивности стала бы обычным, общественно нормальным уровнем и, следовательно, уже не считалась бы более как экстенсивная. А почему интенсивная считается как экстенсивная, я вот не понимаю. А вначале писалось, что увеличение продолжительности рабочего дня – это экстенсивное увеличение. Нет, это не надо связывать с этим. То есть, в данном… Другое? Здесь данный прилагательный экстенсивный не относится к предыдущему, который он применял, к рабочему дню. Я так понимаю, что если во всем обществе интенсивность труда повышается… И становится нормой? Да. И уже не считается, что… Не, но не нормально. Извини, ну и что, что ты бегаешь быстрее, так все бегают. Это не считается ненормальным. Ну, это то, что у нас произошло фактически с медведением кристаллизма. Просто, когда интенсивность как бы общественно нормальная, она… Ну, интенсивность и интенсивность. А когда ты бегаешь быстрее среднего, то это экстенсивное? Нет. Или как? Это более интенсивный труд. А экстенсивность здесь к чему? Имеется в виду, становится нормальным. Если все становятся бегать, это становится нормальным. Ну, вообще говоря, я как-то не обращал на это внимания. Это интересно, действительно. Ну, как-то вот так в целом мы вот подумаем. Объяснили, надо это подумать. Ну, третье тогда – это вариант, когда рабочий день изменяется, а интенсивность труда и уровень производительности труда не изменяется. В случае сокращения рабочего дня не изменяется стоимость рабочей силы. И, соответственно, не изменяется необходимое рабочее время. И таким образом, в случае сокращения рабочего дня капиталист обязательно потеряет прибавочную стоимость. Это допущение. Ну, это, да, это как бы при прочих равных. Это допущение в самом начале главы. Марс пишет, что стоимость рабочей силы у нас величина в меньшую сторону не меняется. Сделал такое допущение. Исходя из этого допущения, совершенно верно, будет уменьшаться рабочая стоимость. И допущение такое, что только путем понижения цены рабочей силы ниже стоимость капиталист мог бы компенсировать это. Но мы понимаем, что есть и другие варианты для капиталиста не потерять свою прибыль. Там написано, что сокращению рабочего дня либо предшествует, либо сразу за этим сокращением следует повышение производительности и интенсивности труда. То есть, это мы здесь взяли, что они постоянные, а рабочий день сократили. Ну и, в общем-то, это тоже справедливо. И поэтому вот наше это требование о сокращении рабочего дня при сохранении заработной платы... Оно приведет к производительности. Оно нет. Во-первых, оно лютую злобу вызывает совершенно у капиталистов. И не случайно даже в СССР рабочий день, вроде бы, ну не вроде бы, а в социалистическом государстве, рабочий день сокращался вот как занозу прямо вытаскиваю, вот еле-еле после войны. От войны закончилась, до 1956 года была 8-часовой, 6-дневная рабочая неделя при 8-часовом рабочем дне. 48 часов. Потом сокрасили до 7 часов рабочий день. А потом сделали, ну тут быстро практически сделали, пятидневку. А так как 42 часа надо было в неделю отработать, то с черными субботами, соответственно. Потом в 71-м году, так сказать, развитие этой страны тогда шло и быстро. Но вот еще один часик в ГЗОТе, в новом, был принят ГЗОТ в 71-м году. Там 41 час. И на этом 41-м часе надрога все застыло. Причем даже в Конституции 77-го года записали это 41 час. Чтобы, упаси бог, это самое, не уменьшили еще. Потом Ельцин, значит, чтобы задобрить трудящихся где-то в 90-м или 92-м, где-то там это самое, при Горбачеве, может еще. Еще один час отдали. 40 часов. То есть 8 часов, 5 дней в неделю, без всяких черных суббот спокойно можно работать. Но все равно 8-часовой рабочий день, это шрат за него борьба 150 лет тому назад. Это, так сказать, с тех пор, как выросла производительность труда. Кейн Списар в книге «Экономика наших внуков» в 29-м году, 1900, что в 2029 году производительность труда вырастет настолько, что рабочий день будет 3 часа. Насчет производительности труда он полностью прав оказался. А вот насчет рабочего дня не видно, что 3 часа он был. Так что это вот… Получается, что эксплуатация сейчас даже выше, чем… То есть, это вот, да, это борьба за эксплуатацию, против, это вот самое, что ни на есть актуальная борьба против эксплуатации. Но для капиталистов тут не все так плохо, потому что с сокращением рабочего дня, при сохранении стоимости рабочей силы, все такое, все равно, хотя мы тут и приняли допущение, что производительность труда и интенсивность остается неизменной, все равно реально она возрастает. Потому что меньше человек устает, и он, так сказать, эффективнее, и он здоровее, между прочим, от этого меньше на больничные надо будет тратиться. Потому что сокращение рабочего дня – это комплексный удар по всем вредным факторам, начиная от недосыпа и кончая тем, что человек меньше дышит. Он, так он, дышит 8 часов, а потом у него организм очищается 16 часов, а так он дышит 6 часов, и у него организм очищается 18 часов. И тут возможная ситуация, когда организм за этот период полностью очистится, та не будет накопления вредных веществ, и тогда это качественный переход к другому, более здоровому образу жизни. Так что это вот очень существенно. Ну ладно, теперь давайте второй вариант, худший – удлинение рабочего дня. Ну, для капиталистов не худший. Удлинение рабочего дня. Ну, часто вот у нас сейчас это связано с тем, что вот, говорят, давайте поработаем еще, я вам заплачу больше. А на самом деле очень часто получается так, что цена рабочей силы вырастает меньше, чем стоимость рабочей силы. То есть, когда человек работает больше, у него и необходимых жизненных благ ему требуется больше для того, чтобы восстановить рабочую силу. Да, как мне докер один говорил, когда он докером работал в день, требуется пачка сливочного масла. Ну и вообще всего, то есть, у него здоровье быстрее портится, ему там отдыхать больше надо, а тут когда отдыхать, когда выросла продолжительность рабочего дня. Вот, и часто на самом деле цена рабочей силы не поспевает за возросшей стоимостью рабочей силы. Так она остается без изменений? Нет, или небольшое повышение делают допущение. А цена может упасть ниже стоимости рабочей силы. В смысле, что без изменений? За зарплата прежняя остается? Цена рабочей силы может повышаться. Я так думаю, что вот здесь это он какое-то предположение делает выше, а дальше-то он пишет, что при увеличении продолжительности рабочего дня нужно больше благ жизненных для восстановления. А, ну это да. Ну и он пишет о том, что есть предел этому, что нельзя, ну не то, что бесконечно, а вообще есть предел, после которого, дальнейшее увеличение продолжительности рабочего дня уже не может быть компенсировано увеличением цены рабочей силы. Сколько благ потом не выдает ему рабочему, он после там 18-часового рабочего дня просто умрет. Грамотные рабочие, они различают. Зарабатываешь на жизнь, зарабатываешь на аптеку, зарабатываешь на похороны. Вот это три градации. Так что это вот надо иметь в виду. Как он здесь пишет, цена рабочей силы и степень ее эксплуатации перестают быть соизмеримыми величинами. Ну, что Иван остался в популярной форме. Угу. Ну и дальше он рассматривает одновременные изменения этих параметров, которые мы рассматривали выше. Ну, тут вариантов может быть очень много. Мне предложили последний рассмотреть. Да, самый последний, самый важный. Да, самый важный. Их два он рассматривает. Одновременные. Второй. Раз рассматривает. Возрастающая интенсивность и производительная сила труда при одновременном сокращении рабочего дня. Ну, тут можно сказать, что сокращение рабочего дня, оно приведет... Во-первых, оно взаимосвязано. Можно одновременно... При повышении производительности труда станет возможно сократить рабочее время. А одновременно с сокращением рабочего дня продолжительности можно увеличивать интенсивность, потому что человек работает меньше, он меньше устает за этот короткий рабочий день. Соответственно, может позволить себе работать интенсивнее. Что ведет к исчезновению прибывочного труда? А, ну это, да. То есть, это при капитализме, конечно, другая ситуация. А когда будет построено коммунистическое общество, то можно будет отказаться. Не то, что можно будет, а не будет существовать прибавочного труда. Такого пообходили нет в коммунистическом. Да, и резко сократится рабочий день, и может возрасти, опять же, интенсивность дополнительно труда. А если не будет прибавочного труда, что будет тогда? Что останется? Этот труд, он будет перераспределен, ну, например, отчасти в необходимый труд. Необходимый труд остается только необходимый. Только он расширен свои границы. А отчасти он может просто перейти в свободное время? В свободное время он не перейдет. Но в смысле можно от него отказаться? То есть, прибавочного труда не будет. Весь труд будет необходимый. Просто он понятие необходимого труда расширит. Да, но он еще и просто сократится в абсолютном... Это второе. То есть, он в тайное свободное время. То, что, скажем, там системы вооружения разрабатываются, это тоже необходимый труд. Если жить хочешь, вот тебе нужна армия, тебе нужны там стол вооружений и так далее. Это не прибавочный труд по отношению к рабочему. Когда рабочий, он в государстве диктатура пролетариата трудится, это по отношению к нему не прибавочный труд, а необходимый. На науку, на здравоохранение. Это вот все, что... Рабочий получает часть своей произведенного им труда в виде зарплаты на первой фазе коммунизма. А остальное он получает в общественных фондах потребления. Дравоохранение, жилье там и так далее. И, кстати, как вот Виктор Иванович Горков говорил, эти фонды были больше, чем зарплата, да? Да, были. Даже в условиях переходного периода. Вот с коммунизма к капитализму. Значит, здесь, смотрите, что получается интересное. То есть, в условиях коммунистического общества... Вот Марс когда написал первому капиталу? В 1864-м. В 1867-м году. То есть, за 50 лет до Октябрьской революции. Такие вот он сделал предположения, исходя из анализа развития капитализма. То есть, прибавочного труда в будущем коммунистическом... Не будет? Ну, будет он и не нужен, в принципе. Потому что весь труд будет необходимым. Но не будет же капиталистов, да? Поэтому не будет прибавочной стоимости, прибавочного труда. И необходимый труд сократится. Это второе. Вы убегаете вперед. Я еще... Я хочу одну мысль выразить, а мы уже сразу две и вперед убежали. Просто понятие необходимого труда расширится. И туда войдет. Например, создание резервов нужно? Содержание, так сказать, пенсионеров, больных, коллег нужно? Нужно. Накопление нужно? Чтобы в обществе развивалось накопление, нужно производить? Ну, наука, там, космос. В условиях капитализма, это просто накопление. Развивать производство, расширять, повышать производительность труда. И это делает капиталист за счет капитализации части прибавочной стоимости. А в будущем обществе? Вот за счет того, что часть необходимого труда будет отправляться на накопление. Вот по содержанию. И вот интересный вопрос с точки зрения организации, как была организована система управления в СССР. Ведь, ну, существовало понятие прибыль, такая категория. Но она никакой роли существенной. Регулирующая какая-то роль. Не играла. Да никакой роли не играла. До экономической реформы 1965 года. Не играла. Потому что все, что нужно было, скажем, сформировать на уровне государственного бюджета, для содержания врачей, учителей, стариков, на накопление отправлять, это формировалось за счет налога с оборота. Вот такая довеска к цене. На уровне предприятия, ну, скажем, образовался директорский фонд для примеров, не лучших. За счет определенной нормативы по снижению себестоимости. То есть, прибыль еще оставалась. Ну, видимо, не хватало решимости полностью от нее отказаться. Она была плановой прибыль, да? Да, плановой прибыль. Но никакой существенной роли она не играла. Даже если вы посмотрите статистику формирования, скажем, государственного бюджета, основной источник формирования был налог с оборотом. А прибыль где-то там, на десятых ролях. А вот после реформы 65-го года, все, говорит, поставили с ног на голову. Но плановая прибыль не есть прибыль. Или как? Да, под понятию, конечно. Просто сейчас вот мы можем оценить то, что произошло у нас в стране. Я, так сказать, делаю вывод, что прибыль, плановая прибыль, она и не нужна нашей экономике. Все это можно, так сказать, функционировать, развиваться на основе тех категорий, которые основываются на необходимом труде, необходимом продукте. Это первое. А второе теперь по поводу того, что вы сказали. Вот сам последний абзац Маркс тоже делает замечательную мысль. Ее надо, наверное, зачитать. Да, да. Всестроннее развитие, да? Да. Что при данной интенсивности и производительной силе труда часть общественного рабочего дня, необходимая для материального производства, тем короче имеется в виду, что время, остающееся для умственной и общественной деятельности, то есть свободное время индивида, тем больше, чем равномернее распределен труд между всеми работоспособными членами общества, чем меньше возможность для одного общественного слоя общества сбросить себя и возложить на другой общественный слой естественную необходимость труда. То есть о чем здесь Маркс говорит? А у меня по-другому. Так у вас издание, другой перевод? Да. Может быть. У меня уже капиталистическое, наверное, издание. О чем идет речь? 83-й год, конечно. О чем идет речь? У тебя вообще нет этого абзаца? Нет, этот абзац есть, но он звучит по-другому. Тут есть, что время, остающееся для свободноумственной и общественной деятельности индивида, а, прошу прощения, это я... Да нет, не надо так уж совсем-то уж. Тем больше, чем равномерно. Глингис вот эту мысль по-другому высказывал, да? Что никто не должен, будучи в коммунистическом обществе, возлагать производительного труда. Здесь труд имеется в виду именно материальные направления. Конечно. На чем СССР сломал себе шею? Вот если взять статистику, даже вот уже 70-е, 80-е годы, хотя это называлось время застоя, но все равно росла производительность труда. Это что значит? Экономился труд. Откройте любой справочник народного хозяйства СССР, вы увидите, там миллионы человек и часов, десятки миллионов человек и часов экономились. А куда экономия-то шла? Она должна была идти на сокращение, да, на сокращение, не на сокращение рабочего дня, производительных работников прежде всего, а на увеличение производственной сферы. Ладно, если увеличилось количество, скажем, тех же научных работников или медицинских работников, которые лечили рабочих... Таких научных работников, это... Это другой вопрос. Прелесть ушла на увеличение кого? Аппарат управления. Он два раза увеличился. В том числе, да. В том числе. И вот этот аппарат управления и, скажем, грубо так, преподаватели высших партшкол, они абсолютно не были заинтересованы в том, чтобы у рабочих сокращался рабочий день. И более того, они были заинтересованы в сохранении вот этого статус-кво. Но у них дети... Только эти работники. Вся КПСС. Шла поэтому... Все, что доделалось, это же на основе решения, так сказать, высшего партийного государственного руководства. Да. Все это уйдет. Вот такие две мысли Маркс сделал. Значит, за 50 лет еще до Артемской революции, они актуальны сейчас, как никогда. И он здесь еще выше пишет, что устранение всякого бесполезного труда, где включает себя не только экономию средств производства, но и устранение всякого бесполезного труда. Сейчас очень много бесполезного труда. Да, сейчас, так сказать. Конференция, это безобразие. В разливе там я жил. Там это, перед двориком, там одного из... Лежал автобус, на нем написано «Диноспарк». И вот целый день, там 5-6 водителя автобуса ходит вокруг, он как бы отдельно вообще. А там ребята, девушки, там что-то кустики подстригают, то все, ну да, там травка ровная, все такое, кто-то там шибко богат, ему вот хочется, чтобы вот был евростандарт, евроремонт. Там вот, вот 5-6 человек, ну совершенно непонятно, чем занимаются. А в магазинах сидят вот эти продавцы вот так вот, у них продаж нету, там касса пустая. Да, да, да. Или стоит кафе, ресторан пустой, смотришь к ним, у них рабочий день, у них никого. Ну потому что дорого, люди туда не ходят. Консольку берем. И сначала идет перепроизводство всего этого, там некачественные товары, эти забитые мусорные полигоны, то есть это все. И сколько продуктов делают, а потом вот на Google спутниковых эти съемки, там в чистом поле, значит, десятки тысяч автомобилей. Непроданных, да. Да, непроданных. И они там стоят, гниют, их потом там уничтожают. Потому что если их продать, то цены на автомобили резко упадут, а и новая модель уже не будет дорого продаваться. Так это еще... Какие силы вложены в производство десятков тысяч автомобилей? А в такие условия это все уже будет не нужно, да. Да, то есть это карасально, конечно, приведет. Ну вот, я думаю, закончили. У нас осталось 10 минут. Будем дальше? Ну давайте вот закончим, чтобы эту самую формулу уже написали на доске. И один, пятый, мы закончим. Это будет достойное окончание лета. А эта формула, она... Да, различные формулы прибавочной стоимости. Вот они... Не прибавочные, нормы прибавочные. Различные формулы. Формы нормы, конечно, нормы прибавочной стоимости, да. Это я увлекся книгочейством. Забыл. То есть нормы прибавочной стоимости или нормы эксплуатации. Вот. И вот, значит, здесь формула для этого и нормы прибавочной стоимости. Это прибавочная стоимость, отнесенная к переменному капиталу. Видите? Дробь нарисована. Значит, давайте тогда с самого начала вспомним. В течение рабочего дня рабочий своим трудом создает новую стоимость. То есть он создает эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочную стоимость. Нет. Ну, давайте с самого начала. Значит, капиталист авансирует в производстве. Постоянные капиталы, переменный капитал. Да. Ну вот. В ходе производства рабочие, это переменный капитал, это вложение рабочей силы. Правильная стоимость рабочей силы. Рабочий своим трудом создает эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочную стоимость. Прибавочная стоимость безвозмездно присваивается капиталисту. Вот она, диаметральная противоположность, противоположность классов-классовых интересов. Соответственно, отношение прибавочной стоимости к стоимости рабочей силы составляет норму прибавочной стоимости или, иное название понятия этой категории, степень эксплуатации. Степень эксплуатации. Почему? Вверху в числителе то, что безвозмездно создается трудом рабочих и безвозмездно присваивается капиталистам. В знаменателе стоимость рабочей силы. Соответственно, если развивать прибавочная стоимость рабочей силы, это эквивалентно создается в течение части рабочего дня. И поскольку это как бы работает на себя, этот труд необходимый. А та часть рабочего дня, в течение которого создаётся рабочим прибавочная стоимость, формируется за счёт прибавочного труда. То есть рабочий день делится на две части. Это опять мы с самого начала познаем. На две части необходимый труд и прибавочный труд. Необходимый труд – это труд работать как бы на себя, в течение которого создаётся эквивалент стоимости рабочей силы. Это прибавочный труд, прибавочное рабочее время, время в течение которого создаётся прибавочная стоимость, присваиваемая капиталистам. То есть иное выражение, мы имеем иное выражение нормы прибавочной стоимости. Получается, что сейчас степень эксплуатации выше, чем была сто лет назад, учитывая, что раньше необходимый труд был, скажем, шесть часов, а сейчас час, а то и меньше. Какие считаете? Она всё время растёт, это, так сказать, закон капитализма. Сейчас у нас необходимое время 40 минут где-то, соответственно, при 8-часовом рабочем дне, а зачастую он и больше, чем 8 часов. То есть 7 часов присваивает капиталист? Семьдесят, да. Ну, семьдесят, даже. Это, кстати, говорит о больших резервах, которые заражены, можно и до 6 часов рабочий день сократить и поднять заработную плату в 4 раза, скажем, и всё равно капитализм останется. И вот хоть эти цифры и были не очень важны, но вот они-то как раз и показывают, что мы работнику-то увеличим там, может, на 300% зарплату, а капиталиста прибавочной стоимости потеряет совсем немного. Ко всему прочему, да. Ну, никак не 300%. Да, то есть, потому что у нас сейчас делится не пополам рабочая идея, а очень маленькая величина, поэтому увеличение зарплаты, оно практически не влияет, очень слабо влияет на прибыль капиталиста. Ну, вот, тем не менее, как говорили, вот, докеры рассказывали с первого контейнера терминара, им там еще лет, вот, когда они в восьмом году парковый договор заключали, им там капиталисты прямо говорили, мужики, мы бы вам всё повысили, для нас это не вопрос, но нам голову пробьют, если мы вам это сделаем. Ну, так что это вот тут капиталисты. Более просто так, если бы рабочие хотя бы забастовкой потребовали, было бы другое дело. Нет, нет, это там бы коллективовой спор, серьёзный, и всё такое. Так что это вот здесь. Ну, то есть, тогда вариант один, не на отдельном предприятии биться, а сразу на очень многих предприятиях, так, чтобы весь класс буржуазии заставить пересмотреть этот вопрос. Ну, это не вариант, потому что вы заплесневеете ждать, пока на всех предприятиях поднимутся, надо на своём предприятии подниматься. Это, так сказать, а эти всё разговорчики, что надо. Борьба на всех-то, она начинается, но за своего начинания всё равно. Тут то же самое, как Ленин говорит, лучший способ прекратить колебания в партии, это перестать колебаться самому. Так и так, лучший способ заварить что-то в общероссийском масштабе, это заварить на своём предприятии. Поэтому это здесь... Ну, а дальше, значит, в этой игрове Маркс приводит формулы классиков политэкономии, английской, Смита, Рикардо, что вот они предпочитали такую формулу. Прибавочный труд делить на рабочий день, или прибавочная стоимость относить ко всей вновь произведённой стоимости. Это у нас норма прибыли, получается. Ну, в конечном итоге, да, это, получается, выходит к норме прибыли. Хотя мы здесь ещё такое прибыль не знаем. Нет, здесь о другом идёт речь. Это совсем другая формула, совсем другое здесь. Да, то есть... Эта формула показывает долю, скажем, прибавочной стоимости во вновь созданной стоимости. Долю. Естественно, это не норма эксплуатации. Это просто доля прибавочной стоимости во вновь созданной стоимости. Она будет, конечно, меньше в несколько раз степени эксплуатации или нормы прибавочной стоимости. Потому что здесь знаменатель у нас увеличивается. То есть ещё к стоимости рабочей силы надо добавить прибавочную стоимость знаменатель. То есть прибавочная стоимость, деленная на 0, созданную стоимость. Но к степени эксплуатации эта формула отношения не имеет. Так что поэтому использовать ее как формулу для выражения степени эксплуатации, она используется в демаградических целях буржуазии, но это недопустимо. Вот Марк дальше это обеспечивает. Но вот и последний, так сказать, вывод, что вот эта степень эксплуатации, она показывает неоплаченный труд, но оплаченный труд отношения. Да, но Марк реже применял вот это отношение, он его назвал популярным выражением степени эксплуатации. Популярным? Ну почему? Ну потому что вроде понятно, да? Оплаченный труд это то, что тебе дали, а неоплаченный то, что тебе отняли. Но с другой стороны, он говорит, не совсем правильно говорить труд, потому что оплачиваться это не труд. Это мы забегаем опять период, оплачивается стоимость рабочей силы. Если бы оплачивался труд, никаких проблем бы не было. Все бы нормально было. Нет, было бы не нормально, просто бы не было претензий у рабочих. Если у тебя труд оплачен, при чем здесь? Плохо работаешь. Многие так и понимают. Вот это вообще, да, в этом смысле, да, Виктор Иванович прав, это вот такая, здесь такое, но оплаченный труд здесь имеется в виду стоимость рабочей силы под оплачиваемым трудом. Поэтому я сказал, ты не совсем такой точный наук. Это да, поэтому это и так в голову это густо засижены, что заработная плата, как написано в Трудовом кодексе, это вознаграждение за труд. Вас награждает, а вы еще требуете там чего-то. За труд причем. На шары, да, за труд. Так что это вот, поэтому это вообще говоря, здесь надо вот это четко понимать, что вот эта формула, она берется вот из этой формы, стоимость рабочей силы. Или, ну, необходимый труд вот сюда вытекает, и сюда же приходим к оплаченному труду. Еще мы ровно разложились. Вот, сейчас, вот последние все-таки, мы тут чтецы декроматоры. Итак, капитал есть не только командование над трудом, как выражается Адам Смит. Он в основе своей есть командование над неоплаченным трудом. Всякая прибавочная стоимость, в какой бы особенной форме она впоследствии не кристаллизовывалась, видели прибыли, проценты, ренты и тому подобное. По самой своей сути субстанции есть материализация неоплаченного рабочего времени. Разрешение тайны самовозрастания капитала состоит в том, что капитал располагает определенным количеством неоплаченного чужого труда. Вот на этой оптимистичной ноте мы пойдем на каникулы. Надо задание дать, и когда мы... Задание дать, ну вы сразу-то о грустном. И скоро это будет-то. Задание? А очень приятное, что стой. Дочитать капитал до конца зарубка. За лето первый... Ну, в смысле, первый итог, да. Конечно, это... Ну, тут осталось-то уже. Тут 537-я страница у меня. А тут последняя-то страница, она... 777. 537-777-537, это 440 ровно страничек. Да ну что вы. Ой, что, 240. Ну что вы. Это очень хорошо. И мы начинаем тогда отдел шестой заработной платы. А у меня 700. Зарплата приятная голова. Да, интересная голова, животрепещущая. Слушатели прибавятся. Товарищи, счастливого лета. Да. А когда мы с осенью собираемся? Да, лето-то маленькая жизнь. Ну как да, в октябре? Или дополнительно... Первую пятницу октября, наверное. Или мы будем... Нет, наверное, во вторую пятницу октября. Ну, кружу я. Кружу я.